Анатолий Савельевич Турков, несмотря на высокое звание народного мастера, не любит громких слов о своем творчестве и вызывает впечатление человека достаточно скромного и сдержанного. Что не скажешь о его величественных и объемных резных скульптурах. Специально к юбилейной выставке автор создал композицию «Святое семейство», вырезанную из дуба. Она заняла центральное место в экспозиции. Среди работ есть и ажурные панно, и живописные картины. Так что талантов у Анатолия Туркова великое множество. В основном вот эти работы здесь, которые представлены, это сделаны во время пленеров. Почему мне задавали здесь вопрос, почему все-таки большинство осенних пейзажей. Потому что в теплое время суток я занимаюсь, то есть года, я занимаюсь парковой скульптурой, большими формами. И у меня нет времени делать что-то более такое мелкое. А уже когда осень, когда становится холодно, уже появляется время, тогда вот в этом году мы будем проводить пленеры памяти, уже 11 памяти Дарасовича, 28 октября. С деревом мастер работает по его подсчетам уже лет 40. Начинал с панно, гравюр и маленьких скульптур. С тех пор он создал более 180 резных работ. Их можно увидеть не только в Беларуси, но также в России, Польше и Германии. Радует глаз прохожих они в парках, на площадях, перед музеями и на территории частных домов и усадеб. Несмотря на почтенный возраст, Анатолий Турков никогда не сидит на месте. Он всегда в процессе создания чего-то нового. Совсем недавно последний у нас был пленер, областной наш пленер, который наш концентр проводил, в котором я обязан сейчас участвовать каждый год. Это была посвященная тема детские игры в деревянной скульптуре. Я там сделал капризную девочку, которая даже с двумя куклами. Я не дам, там так стоит в таком движении. Ну, я думаю, что это, что бывает в ружанах, это в ружанах. Ну, а так в ружанах стоят еще две моих работы. Торината в стиле австрийская стоит в сквере, моя скульптура. И каэта с опегой. Десять лет назад мастер создал общественное объединение любителей искусств Брещины под названием «Тур». Кстати, половина представленных на выставке работ – плод творчества подопечных народного мастера. В день открытия выставки из уст гостей звучали только слова благодарности и высокой оценки творчества юбиляра. Выставка очень гармоничная, хорошая. Многие работы я, Анатолий, не видел живописные. И много я не видел его деревянного зодчества работ. Так что здесь с удовольствием посмотрел и очень рад за него. И хочу, чтобы он доброго ему здоровья и продолжать в таком же духе. И радовать нас новыми творческими работами, новыми успехами. И быть таким живым организатором и таким немножко даже строгим. Про таких людей, как Анатолий Турков, говорит «Соль земли». И вот эта невероятная массовая присутствие сегодня нас с вами, говорит, что это так и есть. Потому что не так часто так много людей приходит на подобный вернисаж. Про Анатолия Туркова можно расповедать без конца. А он без конца расповедает про свой любимый город. Насладиться лучшими работами народной резьбы, прочувствовать фольклор белорусской деревни. И полюбоваться на яркие осенние пейзажи можно в выставочном зале областного общественно-культурного центра до 13 октября.